Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Ирина Еремина, директор и визажист салона красоты «Гламур». Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, я думаю, поговорим сегодня о том, что новогодние праздники прошли. Все мы были красивы и великолепны, но впереди все-таки зима и начало весны. У нас еще богато на всевозможные праздничные события, мероприятия. А вот расскажите, может быть, что-то готовит салон «Гламура» для своих посетителей в эти дни? Конечно! Мы привезли аппарат нового поколения микротоковой терапии, который очень хорошо может подготовить вашу кожу как раз как к праздникам, так и после праздников. И я считаю, что это самый такой безопасный метод работы над своим лицом. И как бы не страшно уже, что потом будет в будущем, через несколько лет. Вот, поэтому можно приглашать всех желающих прийти попробовать этот аппарат, сделать его курсом еще лучше. Это не такая дорогая процедура. Но я думаю, многие, кто попробовали уже наши клиенты, им очень понравилось. То есть на 14 февраля или на 23 февраля есть все шансы поразить кого-нибудь. Конечно! Наши мужчины, которые должны совершать подвиги, как я говорю, что мужчина в первую очередь для своей женщины должен совершить подвиг, а женщина, конечно, должна быть всегда красивой. Вот это как раз те праздники, на которые мужчина может прийти, купить сертификат подарочный, и женщина уже применит его в нужное русло. То есть в любом случае будет красивой? Конечно! А вот расскажите, какие-то, может быть, акции есть? Да, у нас новогодние акции были в декабре, в январе, и продлимы их до марта месяца, до 8 марта. Это акции «Маникюр-педикюр» и в подарок покрытие «Винилюкс». Также акции «При наращивание ресниц», «Коррекция бровей бесплатно». И вообще хочу сказать о том, что мы немного снизили цены, в условиях кризиса решили сделать такие приятные моменты, подарки для наших клиентов. Так что теперь можно будет обойтись уже более дешевым способом навести себе красоту в нашем салоне «Гламур». А вот, наверное, новогодние праздники все-таки уже показали. Вот что чаще всего делают женщины для того, чтобы на праздник представить во всем своем великолепии? Ну, это, как правило, прическа, макияж и ногти. В этом году я смогла открыть страничку в Инстаграме, студия «Гламур», так что все желающие подписывайтесь. И мы все работы выставляли в Инстаграме. Конечно, много было всяких мнений. Кому-то это нравилось, кому-то не нравилось. Какие-то конкуренты, знаю, высказывались же. У нас город Рязань не такой большой, поэтому все клиенты ходят по разным салонам. Кто-то высказывается, хорошо или плохо. Но я думаю, что если об этом говорят, значит, это имеет место быть. Поэтому все новое пробую. Я человек творческий, люблю все новое. Люблю творческих людей, люблю что-нибудь придумывать, внедрять. Последний раз была в Сочи, попробовала пилинг рыбками Руфи. Жойные рыбки? Мне очень понравилось. Решила внедрить. Ну, как-то немножко, пока еще за и против борются между собой. Но вообще, я думаю, что в будущем обязательно внедрю. Тем более в Рязани этого нет. А скажите, вот самое главное для меня, например, информация о рыбке при этом не страдают? Ну, может быть, рыбки не очень долго живут. Но вообще ощущения приятные. И потом кожа становится гладкая. Но вообще релакс очень хороший. Мне понравился именно релакс. Ирина, вот то, что вы человек творческий, это несомненно. И, насколько я знаю, участвуете, проводите даже, да, вот конкурсы красоты, какие-то еще мероприятия. Вот что в ближайшем будущем будет? Мы всегда участвуем. Да, всегда участвуем в конкурсах. Если нас приглашают, ну, выбираем, насколько нужно нам это мероприятие или не нужно, это, конечно же, в первую очередь, чтобы быть на уровне. И вот в данный момент нас пригласили на конкурс, который состоится в ДИПе, уже сделают такой анонс рекламы, 12 февраля состоится конкурс, конкурс красоты, в котором мы принимем участие, будем делать прически, макияж, все как обычным моделям. И еще? А еще нас пригласили в конкурс «Битва салонов» будет в Рязани. 10 салонов будут участвовать. Надеюсь, что мы... Всех побьете. Ну, не всех побьем, конечно, покажем свои навыки, умения. Будем стараться быть на высоте. Ну, вот то, что вы всех победите, я в этом не сомневаюсь, конечно. Расскажите, может быть, еще какие-то вот веяния новые, которые, опять же, будете там или внедряете еще на данный момент? Для того, чтобы мы не засыпали на месте, мы, конечно, пытаемся где-то что-то найти, увидеть. Недавно в Фейсбуке от Академии, от фирмы, на которой мы работаем, вышло такое условие конкурса. Значит, сфотографируйтесь на фоне любого средства Академии, пришлите нам фотографию до какого-то марта. Ну, я думаю, что люди, кто продвинутые, сидят в Фейсбуке, они, конечно же, все это найдут, увидят. И подарок этого конкурса – поездка во Францию. Вот могу даже огласить весь этот конкурс. Любые желающие могут сфотографироваться и отправить фотографию. Я тоже сегодня обязательно сфотографируюсь. И обязательно расскажу, что все ведущие канала «Город» пользуются средствами Академии. То есть я тоже попала под раздачу, да? Да. Ну, в общем, для того, чтобы мы не скучали, я думаю, фирма Академии предлагает нам такие подарки, для того, чтобы у всех было стремление к чему-то, надежды нам, да, все-таки в Новом году, чтобы у нас всегда были надежды. И вообще я люблю очень людей позитивных. В связи с последними событиями, с расширением салона, я приглашаю таких же позитивных людей к нам на работу, особенно парикмахеров, потому что парикмахер – люди творческие, им хочется, наверное, не стоять на месте, они постоянно как-то вот, ну, периодически, может быть, что-то ищут в своей работе. В данный момент мне нужны парикмахеры, которые могли бы идти со мной на ногу со временем. Ну, и, конечно же, радовать людей, да, которые приходят в салон главного. Конечно, обязательно должны опытные парикмахеры с хорошими, правильными, поставленными руками. Ну, я вот могу сказать, что найти своего парикмахера – это просто практически дело жизни, наверное. Это сложно, но вообще у нас многие парикмахеры, просто нужно кому-то отдать, кто-то хорошо делает стрижки, вам подходит, который нравится, кто-то делает необыкновенные прически, то есть найти свой стиль. И в разном парикмахере можно увидеть то, что вы хотите для себя. Ирина, вот вы всегда потрясающе выглядите, это вот ни для кого не секрет, да? Расскажите, пожалуйста, вообще посоветуйте вот нашим телезрительницам, как вот выглядеть, так же замечательно. Очень люблю вообще все натуральные средства, но натуральные, конечно, не маска из огурца, а маска все-таки средства Академии, на которой мы работаем. Вообще Академия и косметика потрясающая, всегда везде ее рекламирую. И также я люблю все, что связано с натуральными методами, потому что, как я вот смотрю, женщины, которые, они молодцы, конечно, что они следят за собой, делают много инъекций, да, но все равно, когда смотришь на женщину, которая стареет, скажем так, правильно ухаживает за собой каждый день, там делает массаж, там, ну, то есть применяет каждый день, она над собой работает, делает физические упражнения, гуляет на свежем воздухе и так далее, то на такую женщину смотреть приятнее. Поэтому я, конечно, все-таки за то, чтобы женщина обязательно любила себя, ухаживала за собой, применяла в меру всех вот этих вот средств, которые, ну, совсем портят лицо и делают его неузнаваемым. Ну, вот сейчас зима у нас на дворе, ну, вот мы уже с вами, да, обговорили, что скоро 8 марта, то есть скоро весна. Это просто замечательно, не знаю, мне кажется, вот уже сейчас как бы дни стали длиннее, да, как-то приятнее уже, ну, весны действительно хочется. Вот какие-то тренды уже весенние известны, то есть что будет модно, какого цвета волосы, какого цвета макияж? Конечно, солнца нам не хватает, очень хочется солнышка. В любом случае ухоженные волосы, красивый макияж подобранный, это всегда в тренде. Недавно у нас тоже был мастер-класс, который новая, скажем так, добавка, неофлекс, который добавляется, и волосы становятся шелковистыми. Тоже мы пытаемся внедрить в салон, я думаю, что в течение этой недели мы обязательно это внедрим, и к праздникам уже любая женщина сможет на себе это примерить. То есть будем красивыми по-любому? Конечно. Приходите, мы вас ждем всех. Ну что ж, Ирина, спасибо вам огромное за такой позитив и красоту. А нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Ирина Еремина, директор и визажист салона красоты «Гламур». Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин